Клиентская база уже больше, чем у многих банков. 250 тысяч пользователей, которые каждый день о чем-то говорят и просят, это очень ценная информация. Нам не нужно делать фокус-группы искусственные, мы просто вам расскажем, как сделать какую-то штуку в вашем ДПО, даже если не мы это программируем, так, чтобы это проконвертировало вас в продажу. То есть клиенты начали покупать эту услугу, сервис и так далее. Поэтому рады, обращайтесь, обсудим. Спасибо, вот мои контакты. Спасибо, Михаил. Можно будет задать вопросы. Я просто хотел такой лайфхак, как заставить клиенту пользоваться PFM. В банке, в Сбере, в Альфе или в фронт-связьбанке настолько плохо сделана история транзакций в самом интернет-банке, что я искал-искал, ткнул в PFM и выяснил, что только там можно ее нормально посмотреть, несмотря на то, что она вроде бы сбоку где-то. Михаил, такой вопрос. Вы сказали, что сделать так, чтобы клиент не бегал в конце месяца, не искал где-то деньги. То есть, получается, PFM выступает конкурентом МФО? Нет, но на самом деле PFM – это платформа, туда можно устраивать МФО как сервис и так далее. И ключевой момент для PFM – это удержание внимания клиента. То есть, вы можете как банк зарабатывать, не имея никакой инфраструктуры. Мы, как финтех-компания, не имеем никакой инфраструктуры, связанной с проблемами. Это отделение, это лицензии и все прочее. Пользуясь инфраструктурой банков МФО, мы зарабатываем деньги. То есть, вот сейчас предыдущие товарищи выступали, но мы с ними тоже там будем общаться. Строили через API, и мой клиент вовремя, если нужно, получает деньги. У нас там есть партнер, который вообще первый займ бесплатно дает. Но у нас внутренний скоринг, поэтому наш клиент не мошенник. То есть, мы ему даем, допустим, эти займы на второй год использования PFM. То есть, это отсекает уже любого мошенника. Два года мошенник просто, поэтому мошенник, он нетерпеливый, ему нужно быстро деньги получить. Два года ждать, там, 20 тысяч займа, но это игра, не стоит свеч. Это, как пример, это наш сервис. А в банке, банк может через нас подключать любые сервисы, минуя вот эту сложную инфраструктурную проблему интеграции чего-либо в ДБУ. Да, и конкуренту не уходит. То есть, подключили PFM, и к PFM уже начинаем сервисы пробрасывать. И это идет вот так вот на раз-два, даже с точки зрения юридических вопросов, что там соглашение подписали и так далее. А технических вообще, после того, как PFM внедрили, интеграции, как таковых, с банком уже нет. То есть, нужно только банку попросить, возьмите этих ребят, воткните их в нашу систему, и все. Мы хотим это видеть в ДБУ, вот в вашем моде. Вот и все. Это скорость, это дешево, на самом деле, в итоге, и быстро. И дает эффект. Ну, подходите, пообщаемся уже. Есть только замечание сейчас на пользователе. Висит телефон. Висит? А какой телефон? Висит, в основном, открытый. А, вы наш пользователь, да? А, ну, я, кстати, хотел задать вопрос, если наши пользователи обычно несколько рук поднимают. А вот еще, прекрасно. А побьете меня в коридоре за то, что там все плохо сделано. Расскажете, как надо делать вообще, и мы исправимся. Спасибо. Спасибо, Михаил. Я так понимаю, что у нас еще есть немного времени на дискуссию, поэтому можно пригласить как раз Михаила. Михаил. Да. Может быть, от банков Наталья Масарская выйдет. Спасибо. От МФО, кто выступал, вот, где? Ну, может быть, ну, вы как IT-компания, конечно, не МФО. Так, все, у нас есть кворум, да? Да. Хотел бы, все-таки, первый вопрос про CRM и вот комплексную автоматизацию. Вот Наталья сегодня говорила, что Райфайзен, такой большой банк, у которого так много денег, вот, строит-строит CRM, и все никак не построят, а вы тут пришли быстренько и построили. Наталья, как вы на это смотрите, вот, почему так происходит у банков? Я не говорила, что мы его очень долго строим, я говорила, что мы его сейчас прямо строим, и на самом деле, хочу сказать, что ни одного крупного банка пока нет нормальной CRM-системы, ну, это точно, вот, и потому что всех крупных банков, которые больше 10 лет на рынке, у них достаточно сложная эта инфраструктура, которая, то есть, сложная интеграция, и это обычно где-то, ну, не в первых приоритетах у банка накладываются и легал-доработки и так далее. То есть, я думаю, что у всех это будет примерно в одно время, там, следующий год, или максимум, там, еще через год. Ну, а примеры банков, которые, вот, вы построили при этом, а есть вообще не при этом, а с CRM-системы? Ну, я думаю, что Синьхова должен быть хорош, потому что они, в принципе, ну, недавно свою инфраструктуру выстраивали, айтишную, и изначально делали это уже на объединенных каких-то платформах. Даже то, что они там использовали Багвейс, предыдущая версия интернет-банка, говорит о том, что у них должна быть уже интеграция всего этого. Но также, возможно, там все эти МТС с весной, ну, потому что сейчас, в принципе, любые там ОБС-ки банковские, да, они уже фактически, ну, сейчас, если выстраивать банк, там, последние, не знаю, три года, четыре, то уже все эти системы, они сделаны и отлажены, на них не надо переходить, на них просто уже изначально банк можно выстраивать и все правильно сразу же делать. Проблемы у наследования в инфраструктуре? Конечно, конечно, я думаю, тяжелее всех, конечно, Сберу приходится, вот всем остальным на его фоне попроще. Да, смотрите, у банка действительно проблема с инфраструктурой, проблема с архитектурой, вообще оргструктурой, потому что, когда ты начинаешь с ним взаимодействовать, узнаешь весь банк лучше иногда, чем банк знает сам себя. То есть, через тебя пробрасывают какие-то вещи в соседние подразделения, вы им объясните, а то они не понимают и так далее. Вот, когда строишь с нуля инфраструктуру, особенно облачную инфраструктуру, ты получаешь серьезный карбан, что у тебя нет, ну, во-первых, старых на работу, нет проблем, во-вторых, ты на самом деле фокусируешься, вот мы как, там, стартапы, в тех компании, да, мы, в принципе, сбием 20-80, 20% усилий, дающие 80% результата. И когда мы говорим о внедрении СРМ, мы ищем облачную систему, мы анализируем ее, дается ли там 20 функций из 80 эффектов, да, и к ним подключаемся. Во-первых, облачное хранение и облачное движение, без личных данных, я на, как бы, обращу внимание. Упрощает взаимодействие, снижает ценник, потому что, как правило, облачные системы не требуют внедрений разовых платежей и так далее, они требуют просто поддержки. А гибкость не нужна, смотрите, я объясню, в чем. Гибкость – это загрузка дела маркетинга, а бизнес – это достижение эффекта. И эти вещи, они несовместимы между собой. То есть иногда гибкость вредит, потому что тогда люди садятся, говорят, давайте еще вот тут котиков нафигачим, сделаем вот такую-такую-то историю, сейчас вот все взлетит. А оно не работает. Иногда бывает, наоборот, ты берешь процесс, и там, говорят, нужно Е2, Е4. И ты компанию меняешь под Е2, Е4. Все очень просто, все начинает работать. Поэтому иногда ограниченность, ограниченность экрана, ограниченность функций дает больше выхлопа, потому что фантазий ненужных нет. Ты фокусируешься на главном, и в это долго. То есть, к примеру, что нам должен дать СРО? Рассказать о клиенте, напомнить его взаимодействие с компанией и так далее. И это есть практически во всех СРМ-ах облачных. И хуже всего, больше всего проблем в том, что команда, которая внедряет СРМ, не знает всего функционала, не знает всех возможностей. И поэтому, какое бы внедрение ни было, СААП внедряет или там еще что-то, они все равно не могут нормально внедрить, потому что просто все они знают. Поэтому не нужно переплачивать за избыток функций. Достаточно взять простые вещи, но их четко завязать в бизнес-процесс. Вот здесь он пришел, вот здесь он гардов получил. Вот пример, сегодня общались с одним из наших партнеров, банков, и они говорят, у нас вкладчиков больше в интернет-банке, чем кредитчиков. А почему? А очень просто, мы карту кредитную забываем выдавать тем, кто приходит в отделение. А те, которые приходят за вкладом, мы им навязываем ДПО. Ну вот процесс. В чем здесь СРМ? Здесь сложный СРМ. Здесь простого СРМа достаточно было. Просто пунтик стоит, если выбирает зарплатная карта, автоматически ему тут же дать кредит. Ну и все. Это есть во всех СРМ. Не нужно что-то делать. Ну вот Михаил, мы напомним просто проблем, которые говорят с ним про гибкость. И возникает тема кредитного преимущества. Если система не гибкая, да, и банк не может пропадать для себя, то в чем же кредитные преимущества? Это, кстати, не все касается, да. Пока сейчас вы приходите, да. А вот вы поставили, допустим, всем одинаковый ПФМ, да. Все там есть. В чем тогда это? Нет, но мы, во-первых, ставим разный ПФМ, потому что мы как в меню ресторана не говорим, вот это, вот это берите. Мы это не хотим, хотим вот это. Мы спорим, да возьмите, это нужно. Нет, нам это не нужно, возьмите это и так далее. Поэтому все равно разный ПФМ. Потом все равно кто платит, тот заказывает музыку. Мы, конечно, делаем какие-то доработки и так далее. Но я как сам, там много лет проработав в бизнесе крупном, могу сказать, что на примере автоматизации бухгалтерии. Вот если бухгалтеру дать чистый лист и сказать, давай придумаем бухучет здесь для компании, но она же наградит там страшных вещей, да. Вот. А если дать конкретную систему 1С, сказать, вот сюда забиваешь документы, вот сюда там забиваешь там счета фактуры, то процесс взлетает. То есть компания начинает работать и, в принципе, работает эффективно. Поэтому гибкость, гибкость и рознь. То есть надо смотреть именно, что вам нужно бизнесу и все-таки идти от клиента. То есть если клиенту гибкость не нужна, зачем она нужна компания? Зачем за это переплачивать? Ну, это мое мнение. Я соглашусь с мнением с тем, что вот в очень больших структурах финансов часто возникает проблема, связанная с тем, что в процессе внедрения изменяются требования со временем. Да, и когда СРМ уже готово к внедрению, оно уже другое надо. И вот в решении, которое мы делаем, да, 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 то есть иногда кусочная автоматизация, то есть автоматизация какой-то небольшой, но небольшой задачки, которую быстро решить, с помощью того же самого облачного сервиса, это позволит быстрее добиться бизнес-результатов, чем сделать систему, в которой будет все в одном. То есть все в одном можно сделать, когда делаешь с нуля какую-то информационную систему, которая решает конкретную бизнес-задачу, а не огромный родничный банк, у которого огромное количество подразделений, видов клиентов, задач, и там может быть несколько СРМ, на самом деле, которые могут решать разные задачи. У нас на БЭКе несколько систем облачных используются, сторонних разработчиков, да, и я могу сказать, что вот пример вчерашнего дня, была гипотеза, что эта штука работает, мы на этом заработаем. Если бы брали бы какой-то стандартный, знаю, там, САП-решение, ИБМ-решение, мы бы это настраивали, там, две недели, потом продуктив сдавали и так далее, там сделали два клика, запустили, оно не взлетело. То есть из 100% получивших предложение, только 5% на него среагировало. То есть, все, у нас, соответственно, очень короткая дистанция, мы опять думаем, что нужно сделать. А когда долгое внедрение? Полгода проходили техническое согласование, полгода внедряли, потом продуктив не могли никак выложить, потому что там релиз раз в год, там, или еще что-то. А потом бах, и фикция. И уже сил нет на изменения, уже сил нет на доработку. Идея просто перечеркивается, говорит, да, это не работает. Хотя на самом деле, скорее всего, где-то в середине мы ошиблись. Просто идея была правильная, реализация была коррявая. Короткая дистанция позволяет это быстро все сделать. Спасибо, Михаил. Ну, на самом деле, вот тема легкости, гибкости и скорости, вот этой agile, которая сейчас везде обсуждается, против старых таких систем внедрения через ТЗ, согласования и так далее, она сейчас активно обсуждается. Ну и, наверное, agile все-таки когда-нибудь победит. А сейчас, я прошу прощения, просто у нас оказался еще один спикер, которого не было в программе указано. и, да. Пока еще нет. А, пока еще нет, да. Ну, в общем, да. Будут еще. Да, может быть, у кого-то есть вопросы к тем, кто сегодня выступал, можно их сейчас задать. или просто кто-то хочет высказаться по поводу того, что мы здесь обсуждали. Я очень хочу высказаться по поводу быстрых решений, каких-то кусочечных и так далее. Собственно говоря, все крупные розничные банки именно эти проблемы сейчас так и расхлебывают. Именно так годами рассуждали, да, именно так годами ставили одну систему для этой задачи, вторую для этой, третью для этой. И в итоге там по многим сотням сейчас систем все узко специализированы, но все очень быстро были там внедрены относительно. И теперь вот это все требует каждой отдельной доработки, отдельной поддержки. И все равно без дорогостоящих долговременных каких-то проектов по объединению этого всего ну вот теперь не обойтись. То есть то, что вы предлагаете, это хорошая стратегия для какого-то быстрого взлета на буквально несколько лет. Если вы собираетесь стать надежным, надежной компанией, долгоиграющей компанией, то это не сработает. Спасибо. Ну что у нас готово? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо.